Драгоценные истины Мы будем рассматривать первое послание Коринфянам, 13 главу 4 и 5 стихи. Здесь написано, «Любовь долго терпит, милосердствует» — об этом мы уже говорили. «Любовь не завидует» — об этом мы тоже говорили. «Любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует» — последние несколько дней мы говорили об этом. Если вы пропустили эти темы, зайдите в архив, потому что это очень полезные темы. Сегодня речь пойдет о следующих словах. «Любовь не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла». «Любовь не ищет своего, я буду читать прямо из своей книги «Драгоценные истины». Фраза «искать своего» описывает человека, который сильно расстроился, что не получил желаемого, и теперь настоятельно требует то, что так жаждет получить. Он не смирился с отрицательным ответом, полон решимости добиться своего и готов исследовать, искать, выслеживать, преследовать то, что хочет заполучить. Ради этого он может искажать факты, искать лазейки, приписывать людям слова, которые они не говорили, заставлять их выполнять обещания, которых они не давали, ссылаться на ошибки других, чтобы подорвать их авторитет, искать иные способы обернуть ситуацию в свою сторону и добиться желаемого. Это самая настоящая манипуляция. Любовь не манипулирует. Вот что значат эти слова. Потом Павел говорит, что любовь не раздражается. Раздражаться по-гречески «параксусмос». «Пара» значит «рядом», «бок о бок». А «уксус» значит «уксус». Это греческое слово переводится как «уксус». Оно рисует образ человека, который приблизился к вам, и его воздействие на вас похоже на воздействие уксуса. Я написал в книге «Драгоценные истины» следующее. То, что здесь было использовано слово «уксус», указывает на то, что слова, которые говорит подобный человек, это кислые, острые, терпкие и горькие слова. Они оставляют кислый привкус. А вы сталкивались с подобными людьми. Согласитесь. Что в таких словах не ощущается любовь. Дальше мы читаем, что любовь не мыслит зла. Здесь используется греческое слово «логидзомай», которое описывает бухгалтера, ведущего записи. Это описание бухгалтера, который дотошно ведет финансовые записи. Но в данном случае в роли бухгалтера выступает обиженный человек, который детально записывает, кто и когда с ним обошелся несправедливо. Как бухгалтер ведет учет доходов и расходов. Так и этот человек досконально перечисляет в памяти все ошибки, все проступки, обиды, разочарования, которые кто-то когда-то ему причинил. Вместо того, чтобы простить, он тщательно, скрупулезно ведет записи каждого несправедливого поступка по отношению к себе. Бог бы так никогда не поступил. И мы не должны поступать таким же образом. Бог не записывает наши грехи после того, как простил нас. Как далеко восток от запада, так удалил он от нас беззакония наши. Скажите на это «Аминь». Библия говорит, что если бы Бог записывал все наши грехи, никто из нас не получил бы спасения. Он выбрасывает историю наших грехов в море забвения. Даже если бы Бог хотел вспомнить наши грехи, Он не смог бы, потому что мы омыты кровью Иисуса. Вот так поступает любовь. Соединив все это вместе, мы могли бы истолковать этот стих следующим образом. Любовь не манипулирует, не плетет интриги и не изобретает хитрые способы представить положение дел в выгодном для себя свете. Любовь не начинает конфликт и не говорит слова, такие острые и колкие, что вызывает агрессивную реакцию. Любовь не ведет учетную запись всех ошибок и несправедливых поступков. Если вы видите, что вы далеки от Божьих стандартов в этой сфере, замечательно, это хорошее откровение, а теперь вы должны обратиться к Святому Духу за помощью. Любовь не манипулирует, любовь не ищет своего, любовь не раздражается. Благословляете ли вы людей или они уходят от вас с ощущением, будто только что глотнули уксуса и любовь не ведет запись обид? Если вы в своей голове ведете запись несправедливого к вам отношения, возможно, лишь вы воспринимаете это как несправедливое отношение. Возможно, кто-то обидел вас, но не видит в своем поступке обиды. Возможно, человек действительно обидел вас и уже просил вашего прощения. Бог забыл об этом грехе, но вы не можете. Если Бог простил, простите и вы. Дух Святой показывает вам, где вы должны вырасти и стать зрелым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова